Привет, анекдот. У тебя сейчас будет такой секс, такой секс, ты все забудешь, ты во всем на свете забудешь, ты забудешь, ты забудешь, как тебя зовут, как тебя зовут, забудешь. Три минуты спустя. Ну как? Я Катя. Сходил на герой с Петровым, Ходченковой и Машков, Лавроненко, главные роли. Я как-то Катя все время надеюсь на что-то хорошее, позитивное, хотя бывают позитивные, хорошие фильмы, отличные, как Братство Лунгена, которые я не успею рекламировать. Но в данном случае, конечно, меня удивляет огромное количество высококлассных ресурсов, задействованных в фильме, которые в итоге привели к такому ничтожному качеству, да, то есть это и отличные артисты Петров, Ходченкова и Машков и Лавроненко, конечно. Это и отличный бюджет, который виден, который используется, это отличные заимствования из отличных фильмов. В общем, много всего прекрасного, но по итогам это такое скучное, занудное действие с такими ляпами, дырами, смысловыми, что, честно говоря, их даже перечислять, мне неинтересно. Я очень жду обзор Бэтка Миган в колесу, и вот тут будет уж где развернуться, разворачивайся, так разворачивайся, потому что это невероятно все поверхностно, упрощено, какие-то мотивы, ну вот актеры, да, вот актеры, смотрите, Петров старательно играет Петрова, вот этого разнузданного парня, который все время так кричит, красиво улыбается или так бубнит что-то такое сквозь зубы, речитатив у него такой, да, он сквозь зубы как бы в проброс говорит все время. И это интересно раз, два, три, 88-й раз, это, значит, немножечко как-то уже, ну, как-то скучно, не знаю, не очень интересно, да, то есть что-то поднадоедает. По мне, так актерская работа должна, актер должен и придумывать этот образ, да, менять его, а не ходить в одном и том же хламье и делать одни и те же гримасы. Ходченкова получше, но по сути, актриса Ходченкова получше, но по сути, она тоже, в общем, не цельная, вот эти вот, они, кроме того, что они делают все, как бы, сами ходят просто перед камерой, это никакое не перевоплощение, они еще и не создают цельного образа, да, то есть в зависимости от кадра, то есть в зависимости от сцены, они играют что-то конкретное в этой сцене, но цельного образа развития героя, его сюжета, да, его перевод изменений, да, каких-то, каких-то переживаний, этого всего нет, вот он переживает конкретной сцене по какому-то конкретному поводу. Все же это не миниатюра, это художественный фильм, да, и мне кажется, это должно быть цельный такой образ, мне кажется, так должно быть. Актер Машков, так вообще просто, я не знаю, о чем он там думал, о Путине или о единой России, потому что о фильме он точно не думал. Ну, как-то посильнее Лавроненко, хотя тоже, ну, конечно, очень слабый сценарий в этом смысле, в смысле диалогов, меня критикуют за диалоги, серьезно? Вот, так что фильм очень слабый, какая-то страсть к красивостям, знаете, и абсолютная бессмыслица происходящего, там, финальный бой, из-под воды выныривают на этих гидрокостюмах, с этим, под напором бьет вода, они взлетают. Я понимаю, что это красиво, но это так бессмысленно. Ну, просто вот, атака людей, ничем не защищенных, это как-то бой устроен. Ну, уж я понимаю, что там Джонс Боун, если неуполнимо, они всегда на грани, конечно, ну, какой на грани, за гранью физики, да, тем не менее, какая-то обоснованность в них все равно есть, да, она слишком высокий порог крепости, да, у материалов, у людей в фильмах этих, но, тем не менее, этот порог существует, и мы его понимаем, и то есть человек не прыгает головой в бетонную стену, чтобы, да, там, показать, какова крепость его головы или бетонной стены, я не знаю. По сути, здесь происходит вот так, сцен за сцену, это позорная реклама ауди, ну, серьезно, ну, просто ставить тупо в каждый кадр ауди, ауди самой должно быть стыдно, самой компании, да, компании самой должно быть стыдно, потому что это, в общем, довольно отстойное зрелище, просто стыдоба. Вот, что там еще интересного из неинтересного, что там еще интересного из неинтересного? Моральный выбор, это тоже вот отлично, да, казалось бы, вот такой интересный вопрос, да, вот, твоя любимая женщина, мать твоего ребенка будущего, беременна, она совершает преступление против твоей родины, а ты такой весь патриот, да, и вот, казалось бы, отличный, отличный конфликт, да, чтобы показать сложность этого выбора, что это и то, и то родина, и то, и то невозможно оторвать от себя, да, ну, главный герой, конечно, чекист, он говорит, да ладно, посидишь в тюрьме и все, то есть у моральных каких-то у него проблем с этим не возникает, по сути он и моральный человек, то, что он любит родину, это, в общем, наверное, такая попытка агитки, да, такой сделать, наверное, я так думаю, я, честно говоря, не знаю мотивов, но, ну, как всегда, все такое красивое, КГБ, ФСБ, все они такие, в таком, с таким оборудованием работают мощным, но интертуально они, конечно, могут просто ниже, нижнего, нижнего, и главное, все вторые роли, ну, вот, у них мотивы у ФСБшников, они, вот, они сядут, говорят, у нас нет зацепок, только не плачут, что делать, друг другу, ну, что будем делать, у них нет зацепок, и вот, да даже я мог бы вам в этот момент подсказать пару зацепок, а я не агент ФСБ и вообще не специализировался на поисках людей, какие-то странные, странные, вообще, мотивы, кто кого как находит, почему он его находит, какие-то, вот, причинно-следственная связь, просто выдающегося качества, просто наплевательство на причинно-следственную связь, удивительно, действительно, все другие, все умеют снять, умеют сыграть, лениво, но все же играют что-то, но даже сценарий какой-то написан, даже конфликты какие-то прописаны, причем сценарий, там какой-то известный парень, Куликов, по-моему, я не особо слежу за российским кино, за никаким кино, в смысле, фамилии, я не слежу, да, авторы мне, не увлекаюсь запоминанием авторов фильмов, да, вот, но, вот, все эти составляющие есть, а фильма нет, почему у него нет, по-моему, как раз по причине того, что нет режиссера, хотя режиссер тоже не новичок там, не родилось, да, это вот такое произведение, должна быть мама, она должна его родить, вот этот мир, вот этот, ну, вот мир очень точный, да, мир, в котором все, все, все со всем связано, это такой клубок, да, в который, из которого нельзя там ниточку отрезать, что-то упало, это вот сотканная такая штука, а здесь такая, все по отдельности летает, все красивые, Ходченко, красотка, Петров, красавчик, Машков, красавчик, кто-то с бородой, я не знаю, Лавроненко, ведь второй план ужасный, я не знаю, как так можно взять на первый план актеров отличных, на второй я уже не берусь говорить, что это актеры плохие, актеры наверняка нормальные, просто дело в том, что, ну, режиссера просто, похоже, нет, сисками на милицию не ходят фейсбочники из себя, такие фейсбочники, как бы неживые, вы что, трупов набрали, что ли, или что, или трупы у вас работают в фейсбе, непонятно, вот, хотел закончить еще каким-то, короче, не смотрите, фильм вообще очень плохой, скучный, но, главное, все интересное, я готов к фильму простить все за две вещи, за то, чтобы там была атмосфера, да, вот, когда вот ты погружаешься в некий мир, и ты этот мир чувствуешь вокруг себя, да, или за такую интересность, веселость, не в смысле смеха, а веселость в смысле повествования, знаете, вот, когда человек иногда брешет, ну, бойко так, да, и ты такой слушаешь, думаешь, боже, вот, что-то рассказывает, интересно, да, Жириновский вот, например, да, что несет, не важно, главное, как, да, вот, и тут нет ни манеры рассказа, ни той вот самой атмосферы, в которую можно погрузиться и понять этот мир, и какие-то опять все эти правильные, приправильные фейсбшники, ну, серьезно, ну, нельзя-то, я понимаю, что они там деньги вам, наверное, дают, или боитесь вы их там совершенно сильно, ну, все же, хоть, хоть какой-то там, как-то конфликт-то запишите, все эти спящие, вот они, серьезно, даже это не вторично уже, вот, заслали в 15 лет, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, делайте репосты, и не забывайте, смотрите кино хорошее, от плохого вам никуда все равно не деться, пока, удачи! Субтитры создавал DimaTorzok